Приветствую тебя братишка, приветствую тебя сестренка, друг мой и подружка, и каждого на видео заходящего. Сегодня у меня для тебя есть новая история. Этот рассказ будет из мира киберспорта, ибо эта игра была признана лучшей киберспортивной игрой 2022 года. Да, сегодня речь пойдет про многим полюбившуюся Valorant. Про игру, ставшую весомым конкурентом для уже приевшейся серии Counter-Strike. И по этой игре у меня на канале можно найти даже парочку видосов. Но я тут посидел, подумал и решил, что стоило бы рассказать тебе о том, как же прошло мое знакомство с данной игрой. Так что присаживайся поудобнее, ибо сегодня я расскажу тебе историю про то, как мы начали играть в Valorant. И если моя история тебе понравится, не забудь поставить свой лайк, подписаться на канал и обязательно оставить свое мнение. Приятного тебе просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Глазы субтитры сделал DimaTorzok Осторожно! Valorant — это всемирно известный соревновательный тактический шутер с матчами 5 на 5, в котором грамотное применение умений, меткая стрельба и слаженная командная работа помогут перехитрить, переиграть и затмить противника. Разработана данная игра американской компанией Riot Games. В очередной раз Riot решили попробовать забрать пальму первенства у Valve, и сегодня мы посмотрим, насколько им это удалось. Перед началом нашего пути я, как обычно, обращусь к лору, чтобы вместе с тобой разобраться, что же тут происходит и куда же я направился. События игры происходят в вымышенной вселенной, похожей на наш мир, но в недалеком будущем. За 10 лет до начала действия игры произошло некоторое событие, которому дали название First Light или же Первый Свет. Данное событие описывается как внезапно произошедшая вспышка по всему миру, которая, помимо прочего, вызвала глобальное отключение электроэнергии по всему миру. После этого события было замечено некоторое ранее неизвестное вещество, которое назвали радионитом. Радионит является таинственным веществом, которое стало использоваться человечеством практически во всем. Радионит стал встречаться как в продуктах, созданных человеком, так и в природе по всему миру. Новое вещество вышло на передний план в мировом масштабе и начало широко использоваться для производства технологий, энергии и различных товаров. И естественно, это означало, что несколько лет, последовавших сразу после Первого Света, были насыщены значительными достижениями в области технологии во всем мире. Кроме того, радионит стал использоваться в качестве основного источника энергии и питать три четверти всего мира. Однако следует отметить, что представление о том, что первый свет принес в мир радионит, оказалось ошибочным. На локации Айсбокс, на разбившемся корабле Самураев, которому несколько столетий находились доспехи, пропитанные данным веществом. И само собой, нашлись люди, которые захотели получить куда большую у власти выгоду, благодаря новому веществу. Этими людьми стали руководители корпорации Киндом. Благодаря радиониту, корпорация стала настолько могущественной, что смогла монополизировать использование вещества в таких аспектах, как потребительские товары и научные исследования. Помимо появления нового вещества, у события первый свет был и другой, не менее важный эффект. В мире стали появляться особенные люди, которые начали проявлять неестественные сверхспособности. Таких людей стали называть радиантами, что происходит от наименования вещества. И тут следует учитывать, что таких людей во всем мире не так уж и много, и они стали общепринятым меньшинством в мировом сообществе. Способности большинства радиантов довольно скромны и не слишком сильно влияют на их жизнь. Однако, есть и те, кто обладает очень высоким потенциалом. Но все оказалось не так уж и просто, так как произошедшее событие первый свет привело к формированию теневой организации под названием Протокол Валорант, или же Протокол Доблести. Каких-либо конкретных данных о причинах его появления и формирования мне найти не удалось. Известно, что он был создан для борьбы с угрозами, которые возникли после первого света. ОМЕН, являющийся одним из агентов организации, сыграл центральную и определяющую роль в ее происхождении. Но какая-либо более подробная информация отсутствует, особенно учитывая, что также мало известно и о самом ОМЕНЕ. Агенты Брюмстоун и Вайпер были первыми двумя агентами, включенными в Протокол. Сотрудники Протокола постоянно вербуют агентов для своего дела, причем каждому агенту присваивается номер в порядке, в котором они присоединились. Эти агенты состоят из радиантов или людей, оснащенных и использующих технологии на основе этого вещества. При этом совершенно не имеет значения, откуда вербуется человек. Все агенты происходят из широкого спектра слоев общества, начиная от криминала и заканчивая военными. Среди агентов есть и американская порнозвезда, и корейская фанатка Брюса Ли и российский осведомитель и марокканский любитель вестернов и индийский водяной и много-много-много кого еще. Изначально режим работы протокола больше зависел от агентов, работающих по-одиночке, то есть как самостоятельные отдельные подразделения. Каждого агента отправляли в сражение или миссии в одиночку. Этот момент отражается в одном из официальных синематиков под названием Дуэлянты. В этом же синематике описываемый мир столкнулся с новой ранее неведомой угрозой, а именно с существованием второго параллельного мира. Разработчики не стали особо заморачиваться с их названием, и описываемый мир назвали Альфа-Земля, а параллельный Омега-Земля. Как раз в указанном синематике показано первое противостояние агентов из Альфа и Омега-Земель. Возникает резонный вопрос, зачем же агентам из параллельной вселенной вторгаться в Альфа-Землю? Ответ на самом деле очень прост. Обе земли очень похожи и имеют лишь несколько ключевых различий. Омега оказалась более значительно продвинута с точки зрения технологий. Однако там сталкиваются с катастрофической нехваткой радионита. В отчаянии, чтобы получить больше вещества, они начали проводить рейды на склады радионита на Альфа-Земле. После событий, произошедших в дуэлянтах, агенты протокола узнали о существовании угрозы, исходящей от Омега-Земли. Эта угроза стала совершенно иным уровнем по сравнению со всем, с чем сталкивался протокол ранее, и были необходимы серьезные изменения, если они хотели ей противостоять. Принимая во внимание вновь образовавшуюся угрозу, было необходимо развитие протокола. И в итоге, он превратился в крупномасштабную теневую организацию, в которую наняли около 20 членов со всего мира. Тут стоит отметить, что практически у каждого агента имеется своя национальность. И вот в этот описываемый момент, начинаются действия, разворачиваемые в самой игре. А именно, по прошедшую 10 лет после первого света, обе стороны Альфа- и Омега-Земли, отправляют команды к местам скопления радионита, чтобы украсть хранящееся там вещество, или защитить его соответственно. Для целей игрового процесса, агенты с Омега-Земли являются нападающей стороной, в то время как агенты с Альфа-Земли являются стороной защиты. И вот в синематике раздвоения указан первый случай, когда агентов отправляли на миссию уже в командах, а не поодиночке. Со временем, протокол вошел в свою нынешнюю систему работы, и теперь на миссии сражения отправляют небольшие ударные группы, обычно состоящие из пяти агентов. Разобравшись в происходящем, можно вернуться к истории моего появления в этой игре. Данная игра зашла мне далеко не сразу, и я предпринимал две попытки, чтобы начать играть в Валорант. Со второй попытки у меня получилось, но обо всем к порядку. Естественно, как всегда я предупреждаю, что перед тем, как начинать играть, мной не было изучено ни одного материала по данной игре. Ни о персонажах, ни о способностях, ни о механиках игры на момент ее начала я не знал. Все началось с того, что некоторое время назад мой знакомый, который знал, что я в свое время задротил в КС, предложил мне сыграть в Валорант со словами «В принципе, это та же самая КС, но только с мультяшной графой тебе понравится». Ну нельзя такие вещи говорить человеку, который часть своего детства провел во всех кругах Ада Гейба. Начиная с Counter-Strike Condition Zero и ожидающего чего-то нового. Венья какой-то свежести от данной серии игр. Кстати, да, там же как раз анонсировали КС 2.0. Скажи мне, ждешь ее? Есть какие-то ожидания и надежды? Лично я отношусь очень скептично, так как не жду от Вальфов каких-то серьезных изменений и новинок. Но мы с тобой обязательно ее посмотрим, как произойдет релиз. Ох уж те самые времена, проведенные в закуренных подвалах компьютерных клубов, где пацаны создавали свои первые киберспортивные турниры, устраивали разборки между районными или школами и становились истинными альфа-самцами контры без какой-либо ранговой системы. Это уже потом, спустя многие годы вперед, уже учась в универе. И собрав команду из таких же закаленных в боях ребят, мы пробивали тернистый путь горящего очка от Сильвера к Глобалу. Поэтому я, как истинный воин, повидавший кучу боев, не смог не отозваться на зов и сразу же ринулся покорять пределы Валоранта. Глядя изначально на эту игру с призмы, это же как КС. После запуска игры она встречает меня приятной заставкой и обучением, которое пропустить мне не удалось. Хотя да, хотелось, ибо зачем мне обучаться, я и так обучался всю свою жизнь. Я уже стремительно рвался в бой. Но игра оказывается доброжелательной, как всем вновь в нее заходящим, и решает рассказать обо всех своих особенностях, которых, как оказалось, немало. В обучении мне пришлось играть с какого-то леголаса, спасибо и на том, что в Мордор не отправили. Но, как оказалось, этот русский жулик за счет своего лука получает законный ВХ. Все ребята бы в школе обзавидовались. А еще он очень внятно решил не оповестить, что он охотник. Я охотник! Ну ладно, охотник и охотник, я ж не против. Орать-то зачем? Но раз он охотник, отправить бы этого леголаса в болото Луизианы. Он бы там пришелся как никогда кстати. Ведь он... Охотник! Чтобы я там не говорил по поводу готовности к бою, оказалось, что обучение тут действительно не зря потратило мое время и дало свою пользу. Из прошедшего обучения я понял, что это не просто террористы или спецнадовцы, которые должны заминировать или защитить объект. Тут каждый персонаж особенный, обладающий своими уникальными способностями. В тот момент из видимой концепции игры складывалось такое впечатление, что КС трахнул Доту и у них появился ребенок-бастард. Но по итогу все оказалось совсем иначе. И еще вопрос, кто же кого трахнул? Но пожалуй, давай не будем обсуждать интимную жизнь в Альфов и Риотов. Пройдя обучение, почерпнув все необходимые знания, побегав по локации в поисках выхода и одновременно постреляв из различного оружия, я был готов порваться с двух ног соревновательный режим со словами «Подайте-ка их всех сюда!» Ведь я же бывший глобал. Итак, спустя некоторое время, мне все же удалось найти выход из обучающей локации, после чего игра меня встретила приятным и простым меню, разобраться в котором оказалось не так уж и сложно. Полазив по меню, подтыркав настройки, в которых можно сразу же настроить себе прицел так, как душе угодно, я наткнулся на агентов. Вначале игра мне дала 5 агентов, которыми я уже могу смело рваться к победе. Остальных придется открывать, что на самом деле не составляет большого труда. Во-первых, при достижении 5 и 10 уровней игрового профиля, игра предоставляет возможность взять любых двух персонажей. Уровень профиля качается совершенно без каких-либо проблем. Нужно лишь выполнять ежедневные и еженедельные задания, наподобие убить 10 раз в голову, пострелять с такого-то оружия на таком-то персонаже, ну и прочее. Ну и соответственно быть хотя бы более-менее полезным во время игры. Во-вторых, для открытия нового персонажа, необходимо просто нажать на «Активировать контракт» у выбранного тобой агента и набрать необходимое количество игрового опыта, то есть опыта профиля. А как я уже сказал, делается это довольно-таки легко. Но помимо открытия персонажа, в ходе выполнения контракта открываются различные плюшки, такие как аватарки, брелки для оружия, различные украшения для профиля и иные приятные мелочи для кастомизации. Имея за спиной немного-немало более 2000 часов в CS GO, я уже был готов двигаться по карьерной лестнице рангов Валоранта. Но игра считала иначе. Оказалось, что для перехода в ранговые игры необходимо получить 20 уровень профиля. И для этого добро пожаловать в деф-матчи, гонки вооружений и безранговые игры. Да, риоты, в отличие от вальфов, продумали этот момент и постоять покрутиться на месте определенное количество игр в деф-матче для открытия свиновалок не выйдет. Игра заставляет нее играть. При этом платить и покупать премиум для открытия ранговых игр не нужно. Игра является полностью бесплатной и предоставляет возможность любому игроку в полной мере проявить себя. Платить в этой игре можно только за скины, но к этому я еще вернусь. Дождавшись ребят, что меня позвали в эту игру, я зашел в соревновательный режим, где отыграл несколько игр. И на этом все. Про этот этап и рассказать-то особо нечего. Кроме того, что по итогу мои ожидания не оправдались, и это не кс. В тот момент, начиная играть в Валорант, я ждал от нее именно улучшенной версии контры, которая уже очень давно приелась. И скажу я, что это было моей ошибкой. Поэтому в следующий раз я зашел в эту игру, примерно спустя полгода, дав себе второй шанс. Да, именно себе, не игре. Потому что, как оказалось, игра-то тут и ни при чем. А все потому, что с кс Валорант даже близко не стоит. И не пойми меня неправильно. Причина в том, что Валорант это совершенно иной продукт. И сравнивать их просто не нужно. Но если только как два разных самостоятельных соревновательных шутера, и начиная играть в Валорант, нельзя, как я, ждать от нее лучшей версии контры. В нее нужно начинать играть, как поддельный и самостоятельный проект. И если уж чего-то от Валоранта и ждать, то нечто своего, нечто особенного. От контры тут есть только идея, а именно соревновательный командный бой 5 на 5 с установкой и разминированием бомбы. И на этом, пожалуй, все. Это совершенно иной проект, иной мир и иной геймплей. И если уж немного и поговорить о сравнении, то кс в целом по своей сути это прямолинейный шутер заученными действиями, такими как раскидки, спреи, прострелы, тактики и прочее. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, которые необходимы для достижения победы. И да, учитывая, что Валорант тоже представлен как соревновательный и киберспортивный проект, то и тут присутствуют все перечисленные мной действия. Но только вот Валорант предоставляет возможность каждому игроку эти действия расширить и действовать более изощренно. И предоставляет он это наличием различных уникальных персонажей со своими отдельными способностями. Субтитры создавал DimaTorzok Спустя полгода, собрав ребят, я снова зашел в эту игру. Но именно тут я зашел в Валорант без каких-либо сравнений и ожиданий, как в иной и новый для меня проект. И именно в это время я нормально ознакомился и изучил эту игру. И именно тут берет начало моя история. Пока я ждал енота, который еще устанавливал игру, проходил обучение и совершал свое первое знакомство с новым миром, я решил зайти в деф-матч и посмотреть, на что же я способен. А после отыграть гонку вооружения, чтобы понять, как тут ведет себя различное оружие в реальных боевых условиях, да и вообще вспомнить, как стрелять. И стрельба в этой игре очень даже неплоха. Для тех, кто играл в КС, стрельба будет весьма привычной и трудностей с освоением возникнуть не должно. Разброс оружия тут постоянный, то есть достаточно просто выучить спрей и можно стрелять довольно-таки точно. Да и баллистика в игре не замороченная. Кули летят всегда точно в цель, но опять же, если знаешь, как правильно стрелять. Оно и логично. Чего еще можно ожидать от шутера, направленного на киберспортивную арену? Стоит отметить, что по сравнению с КС, выбор оружия в Валоранте весьма скудный. Однако, для формата игры вполне себе достаточный. Да и в целом, если брать тоже КС, то большинство играет с одним и тем же оружием и имеющееся разнообразие особо-то никому и не нужно. Поиграв некоторое время в указанных режимах, размяв свои лапки, я понял, что есть еще порох в пороховнице и в этой игре можно нагибать. И вот настало время первой катки соревновательного режима. Ну не совсем, конечно, первый, но то, как я уже говорил, не считается. Пока что без рангового соревновательного режима. Соревновалка в Валоранте представляет собой противостояние двух команд, состоящих из пяти игроков. Одной команде необходимо установить бомбу, которая тут именуется спайк, а второй команде ее разминировать. Разминирование спайка тут происходит с читывателем штрих-кода какой-нибудь тети Зины из пятерочки. Игра играется до 13 побед, то есть нет абсолютно никакого шанса на ничью. Перед началом игры каждому игроку необходимо выбрать агента, за которого он хотел бы сыграть. Естественно, учитывая, что это рандомы, безранговая игра, да еще и скорее всего низкий уровень игроков, каждый выбирает персонажа не как командный игрок, а за кого ему удобнее играть. Да и в целом, зачастую играя с рандомами так и будет происходить. Хочешь нормальной тактики и побеждать, собирай себе свою команду. Поиск игры происходит довольно быстро, гораздо быстрее, чем в КС. Перед началом игры у меня было небольшое и единственное отличие от моего товарища. Это наличие парочки новых персонажей, которых я открыл ранее. Загрузившись на карту, выбрав себе персонажей, мы были готовы погрузиться в новый игровой мир. Я выбрал себе робота, и на это была одна веская причина. Причина в том, что в этой игре нет гранат. Вместо них тут как раз таки различные умения персонажей. И умения, которые есть у робота, это как раз таки светошумовая и осколочная гранаты. О да, Кондрамеля не отпускала еще долго, но с этим я ничего не мог поделать. Позже я, конечно же, освоился и приспособился, но по первой мне нужно было что-то более-менее привычное. Выбрав персонажей, нас закинуло в бой. Перед началом раунда происходит фаза покупок, где каждому предоставляется возможность купить себе оружие, броню и умения. Да, умения персонажей, кроме пассивки и ульты, необходимо покупать. Ульта же заряжается за счет убийств и подбора соответствующих зарядов. Во время фазы покупок я оказался не прикован к одному месту, а мог бегать по карте. Просто имеется ограничение зоны, по которой я мог передвигаться. Как по мне, то решение весьма интересное. Можно заранее распределиться, подготовить какую-нибудь тактику или приготовиться к использованию умения. Кхм, да, тактика. Я же играю с рандомами, да еще и в безранговом режиме. И, кстати, да, во время фазы покупки всегда можно определить истинного игрока в кс. Пока мы подготавливались к противостоянию, я обнаружил, что кроме граната у моего персонажа есть нож. И не нож, который оружие, а умение. Именно обнаружил, тыкая по кнопкам навыков. Ведь почитать заранее описание навыков персонажа это для тех, у кого есть более чем одно высшее образование. Но нож и нож, подумал я, значит его надо швырнуть во врага. И для чего же он может быть еще? Дождавшись завершения фазы покупки, я сразу же рванулся искать тех, кого сможет поразить мой кинжал. Нашел я их практически мгновенно и не попал. Но когда на экране появилось уведомление о том, что тем самым я обнаружил двух врагов, да еще и подавил их, знать бы только, что это значит на тот момент, у меня появились сомнения, что я действительно должен был в кого-то попадать. По итогу оказалось, что при приземлении этот нож имеет определенный радиус действия, попадая в который, противник обнаруживается и на некоторое время теряет способность использовать умение. Такое некое сало. До стрельбой у меня по первой совершенно не ладилось. Но я скажу так, одна из причин это присутствие некого мандража, потому что очень, очень давно я не играл в соревновательные игры. Ну и да, у меня лапы. Пока мои ребята направились на поиски противника, я решил забрать сферу. Вот именно эта штука является зарядом для ульты. Но на тот момент я этого не знал и забрал ее просто потому что мог забрать. Да, некий такой еврейский подход. На каждый раунд дается всего минуту сорок. За это время необходимо либо убить всех противников, либо успеть поставить спайк и защитить его, либо разминировать. Для разминирования спайка дается сорок пять секунд. Таким образом максимум раунд может продлиться две минуты двадцать пять секунд. Продолжая метать людей кинжалы и подавлять их, я потихоньку приноравливался к игре, изучая карту, механики и в целом привыкая к ее графике, потому что графа в игре весьма своеобразная и для меня очень непривычна. Зачастую большинство шатанов, которые я играл или играю, в плане графики либо реалистичны, либо имеют приближенную к реалистичности стилизацию. В Валоранте же стилизация мультяшная. Вот как по мне, так прям мультяшная и мне порой сложно играть в такие шутеры. Не знаю почему. Возможно, опять же, просто дело привычки. Да, это конечно не овервочили форточка, где как по мне уж совсем бедово в этом плане, но ушло недалеко. Хотя в форточку я в принципе-то практически и не играл, в том числе и из-за графы, но были и иные причины и возможно, как-нибудь я напишу тебе по ней свою историю. Но сейчас у нас Валорант. Если не смотреть на этот момент с призмы того, что мне это просто непривычно, то в целом игровые объекты, персонажи, карты прорисованы очень приятно и не могут не радовать глаз. Но с этой своеобразно стилизованной графой Валоранте связаны некоторые не самые приятные для меня моменты, которые возникли с непривычки. Первое, это сильная плавность анимации. Пока я к этому не привык, было такое впечатление, что я играю в пластилиновом мире. К примеру могу привести пистолет, который развивается будто член на ветру. В последующем я конечно понял, что это здорово, когда все сделано так, что игра играется настолько плавно и совсем не деревянная. И привыкнув, двигаться и целиться стало очень классно. Второе, это когда по первой, за счет яркости и многообразия красок, у меня все совсем сливалось. В особенности, когда происходила куча всяких действий и я не мог понять, где же находится вражеский персонаж. Третье, это дымы. И дело, не в их отсутствии в привычной для меня интерпретации. Они тут есть и даже в некотором многообразии, но представлены в ином стиле. Вместо привычных дымов, здесь присутствуют различные скиллы в виде сфер. И вот именно их графическая составляющая по первой не давала мне покоя, так как я просто не понимал, как они действуют. Да, признаюсь, я просто-напросто тупил. Как оказалось, по итогу, к этому всему мне было необходимо привыкнуть. И вот, попривыкнув к игре, у меня даже стало что-то получаться и убивать противников я стал чаще. Использование скиллов стало более уместным и правильным. И тайминги стали вылавливаться. Иногда начал понимать, где же может скрываться и поджидать меня противник. Практически сделал свой первый эйс в этой катке. И даже отжал у кого-то коллаж со скином, благодаря которому превратил противников в дерево. Сразу чувствуешь себя хранителем леса. Кстати, скины. Тут риоты очень даже постарались. Это единственное, за что игра просит потратить свои кровные. И нет, не в обязательном порядке. Просто, если хочешь красивую анимацию перезарядки оружия, его нестандартный вид, анимацию смерти противника и иные приятные визуальные плюшки, то внутриигровая валюта ждет своего часа. Больше донат в игре не влияет ни на что. И это действительно является большим плюсом, так как изначально игра-то бесплатная. А мы с тобой знаем некоторые примеры, где игра бесплатная, но донат решает многое. Каждая команда, вне зависимости от того, за какую сторону играет первоначально, имеет возможность как разминировать, так и устанавливать спайк. После первых 12 раундов происходит смена сторон, и теперь наша команда должна будет играть роль злостных вторженцев за радионитом. Для установки спайка имеются две зоны А и Б. Есть, кстати, карта, где таких зон 3. Прибегаешь в необходимую зону, ставишь спайк, обороняешь его и побеждаешь. После установки спайка либо убиваешь всех врагов, либо тянешь время до его детонации, если не получается справиться с противником. Субтитры делал DimaTorzok По итогу наша первая катка закончилась победой, и я даже был далеко не на последнем месте в таблице. Вот так вот, посмотрев на Валорант уже как на совершенно новый для меня проект, а не через призму, это же как КС, я увидел его в ином свете, и мне эта игра очень даже понравилась. Красивая и приятная графика, к которой, как казалось, мне просто нужно было привыкнуть. Очень плавные и приятные анимации, привычные, и до боли знакомая стрельба, интересные и разнообразные игровые ситуации и моменты, благодаря наличию умений у персонажей, хорошо передаваемый звук, что немаловажно для данного рода игр, и очень приятная локализация. Кстати, да, локализация. Тут как риоты, так и отечественные локализаторы очень постарались. Ничего не могу сказать о локализации на других языках, но для русскоговорящего комьюнити действительно постарались. Переговоры персонажей, их диалоги перед и во время раунда, их реакции на различные игровые ситуации, все это оставили исключительно приятные нотки в моей душе. И по итогу, поиграв в Валоран, как я уже сказал, совершенно новый для меня проект, без всяких призм и ожиданий, открыв для себя несколько интересных персонажей, хочется большего. Хочется открывать и изучать новых агентов, хочется больше побеждать и возможно даже поиграть в ранговые игры и посмотреть, на что же я еще способен. Но это уже будут совершенно иные и новые для тебя истории. Я же, как всегда, буду рад твоим дополнением и мыслям, твоим правкам и подсказкам и, конечно же, твоему интересному мнению. Это был рассказ про мой путь, про путь новичка в мире Валорант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова